Всем привет, друзья! В 1972 году ныне здравствующий Герман Зонин проводил в городе Очамчире сборы сборной Советского Союза. Футбольное поле, где они тренировались, обычно окружали местные мальчишки, подносили мячи. Однажды мяч улетел далеко за пределами поля. Умчался за мячом некий подросток, подобрал его и побежал дальше. Но вскоре настигли хулигана и вместе с мячом доставили к главному тренеру. Герман Зонин пожурил юношу, при этом пообещал перед отъездом подарить мяч. Слово сдержал. Вручил мяч с автографами знаменитых футболистов и еще подарил майку сборной. Пройдет всего 6 лет и этот Очамчирский футбольный хулиган, которым оказался Виталий Дороселия, выйдет на футбольное поле в Токио в составе футбольной сборной Советского Союза. Рядом с Бессоновым, Репиани, Газаевым, Коставо, Бубновым, Хидиатулиным, Гавриловым. Играли товарищеский матч. Победили японцев со счетом 4-1. Один гол оказался на счету Виталия Дороселия. Виталий Дороселия Виталий Дороселия родился в абхазской семье в городе Очамчире 9 октября 1957 года. В 15 лет начал играть за очамчирский клуб Амирани. В 17 лет зачислили в Тпилисское Динамо. Радости не было предела. Все время рвался в бой. Но главный тренер Нодар Ахалкаци поначалу не каждый раз выпускал на поле. Тяжело и эмоционально переживал Виталий Дороселия, когда на протяжении всего матча оставался на скамейке запасных. Из воспоминаний вдовы футболиста Марины Мамаладзе. В такой день в нашем доме происходила трагедия. Виталик уходил вглубь комнаты, садился и плакал. И я садилась рядом с ним. И мы вместе плакали. А что мы могли сделать? Виталий Дороселия записал свое имя золотыми буквами в историю грузинского футбола как автор самого главного гола за всю историю Грузии. В 1981 году в финальном матче Кубка обладателей Кубков УЕФА за три минуты до конца игры в ворота Карл Цейса Виталий Дороселия забил победный гол. В то время супруга Виталия Дороселия находилась в положении. Ждали сына. Виталий перед матчем сказал, что обязательно должны победить. И кто забьет решающий гол, он назовет его именем своего сына. Родился мальчик и назвали Виталием. Не безинтересно, что в том 1981 году ЗАГСы Грузии зафиксировали резкое увеличение негрузинского имени Виталий. Именем человека, в миг ставшего национальным героем, нарекали грузины новорожденных мальчиков, продолжателей своего рода. Дороселия Вошел в штрафную, ну может быть, обвел второго. Удар в ворота, гол! 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 Виталий Дороселия за три с половиной минут до конца встречи забивает мяч в ворота Карл Сейтса. 2-1 Вот великолепно двух обвел и низом в правый нижний от воротаря угол Виталий Дороселия выводит вперед динамовцев Тбилиси. Число 13 оказалось мистическим в жизни Виталия Дороселия. 13 ноября сыграл свадьбу. По 13 номерам выступил на чемпионате мира по футболу 1982. 13 мая стал обладателем Еврокубка. 13 декабря 1982 года погиб в автокатастрофе. Автомобиль, которым он управлял, рухнул с обрыва в горную быструю реку. Десятки людей искали футболиста днем и ночью. Тело нашли в двух километрах от места трагедии, куда отнесло футболиста сильным течением реки. Тело нашли на 13 день. Целый скандал случился с местом погребения футболиста. Руководитель Грузии Эдуард Шаварнате потребовал, чтобы тело Виталия Дороселия предали земле со всеми почестями в Тбилиси, в пантеоне знаменитых людей. Однако родственники погибшего были категорически против. От них прозвучала фраза «У нас есть традиция, своих умерших мы хороним там, где мы живем». На похороны во Чамчире съехалось небывалое число людей со всей Грузии. Около 10 тысяч человек. Плакала вся Грузия. Спустя два года после смерти великого футболиста его супруга Марина Мамаладзе вышла замуж. Второй брак оказался более продолжительным, однако с несчастливым концом. Второй муж погиб также в автомобильной катастрофе. Редактор субтитров А.Семкин